здравствуйте дорогие друзья здесь Демитков Юрий все ждут от меня на самом деле оптимизма инвестиционных идей но боюсь что не смогу вас обрадовать сегодня потому что то ли дождливая погода то ли я устал короче говоря большого оптимизма я не испытывал отгремели дивидендные ралли то есть все дивиденды назначены дивиденды в этом году были огромные рынок наш непрерывно рост в течение полугода фондовый и ну вот все он вырос он сейчас на максимумах и в общем-то рост прекращается то есть прошли дивидендные отсечки по бумагам дивиденды еще не пришли поэтому сейчас наблюдается некое падение ну и грубо говоря застой в нашем рынке вот что касается американского рынка американский рынок тоже самое абсолютно можно сказать он очень бурно рос сейчас все индексы зашкаливают то есть они просто на максимумах если российские еще не дошли до исторических максимумов то американские индексы пробили все максимумы безработица на минимальных уровнях и что это значит это значит расти дальше некуда как хотят власти стимулировать экономику и в россии в америке вот 26 числа будет заседание центробанка россии на котором ну все практически уверены что ставка ключевая будет понижена на 0 25 процента многие говорят что на пол процента будет понижена ставка ключевая о чем это говорит о том что центробанк начнет пытаться по крайней мере стимулировать экономику то есть рубли станут более доступны для того ну для кредитования и так далее приставки по кредитам должны уменьшиться по депозитам тоже кстати вот и но это приведет к ослаблению рубля кроме того в августе традиционно происходит ослабление рубля то есть доллар обычная валюта в августе растет вот я привык потому что ну мы обычно в августе ездим в отпуск и когда мы едем в отпуск у нас я смотрю каждый день новости и каждый день наша поездка становится все дороже и дороже потому что как правило евро растет мы обычно в европе отдыхаем с другой стороны 31 июля ожидается заседание фрс в америке и там такие же процессы и тоже все ожидают что фрс начнет она давно не не понижала ставку начнет понижать ставку и все ожидают что но на 025 уж точно точно также в россии понизит а а возможно и на 0,5 я думаю что это событие будет более значимым и не знаю что будет вот то есть по идее трамп просто мечтает ослабить доллар но доллар почему-то не слабеет пока я думаю что у трампа в конце концов это получится и доллар достаточно резко ослабнет то есть это будет ну пробой вот скорее всего ну что значит ослабнет доллар доллар ослабнет по отношению скажем к японской иене к швейцарскому франку но к рублю я вовсе не уверен поэтому что делать пока не совсем понятно вот ну что делать с моим портфелем по крайней мере я не знаю потому что смотрите у меня портфель в основном валютные сейчас здесь в россии у меня большая часть в активах которые в долларах номинированы ну и при этом последнее время ничего не росло я в общем в кэш ушел в долларах ну я по-прежнему считаю что очень актуальны ноты я по-прежнему считаю что очень актуальны различные структурные продукты защитой капитала потому что ну они дают защиту нашим сбережением и они не позволят им упасть а просто акции ну вот они уже потихонечку ну опустились после дивидендного ралли и какие из них восстановились моментально восстановились лена энерго привилегированные возможно будут неплохо себя чувствовать акции электросбытовых компаний то есть мой скотом и так далее там какие-то движения наблюдаются в сторону улучшения что по поводу газпрома я думаю что газпром месяца через два-три начнет расти вот сбербанк тоже упал втб подрос но сейчас вот не знаю по поводу ритейла ну магнит судя по всему продолжит падать вот пятерочка тоже недавно немножечко опустилась лента ну все время росла сейчас не знаю как будет вот я приобрел себе в пакет в портфеле акции аэрофлота которые начали кажется расти они были на минимуме ну я говорил про обувь россии в которой я просто увеличил еще больше это вложение и она растет ну сейчас она немножечко падает но там чисто спекулятивные вещи я говорил что я участвую в аукционах открытия и в пятницу мне повезло сейчас я решил это усилить в понедельник мне не повезло там практически ничего не было и я подозреваю что не было из-за того что я слишком активно об этом рассказывал и много людей тоже включились в эту игру и они ну то есть я еще и поэтому в иныне потому что я рассказываю людям я советую как инвестировать а они очень сказать оттесняют меня из этой серии поэтому я вот очередное видео даже не стал публиковать о том как у меня получился аукцион открытия я его снял чуть загрустил думаю не не буду я это публиковать о том как у меня все это получилось вот какие драйвера роста могут быть но сейчас все активно перекладываются в золото акции золото добывающих компаний полю золото возможно у меня поле металл он здорово вырос сейчас была коррекция я думаю что в общем сказать почему бы не взять еще я купил роз у которая падала она продолжила падать не знаю но у алроса перспективы есть но я думаю что где-то она здорово начнет подниматься через год недавно алроса купила компанию не помню как называется алроса нюрба что ли вот полностью выкупила там скорее все будут инвестиции туда но потом будет рост вот как то вот так достаточно безрадостно сейчас я в лесу чтобы хоть как-то поднять свой тонус что по поводу леса я могу сказать что ну потепляло немножко и поперли грибы ребята опята их очень-очень много их очень-очень много и особенно перед выходными было много ну вот сейчас я попробую показать опята ну вот я иду и вот они уже состарились прямо на тропинке вот это уже пожилые опята вот прямо на тропинке по которой я хожу а вот это молоденькие опятки посмотрите какие симпатичные их порезали достаточно много на выходные но это вот то что осталось потому что эти были мелкие они подросли вот вот прямо на дороге посмотрите какие симпатичные опята стоят вот еще то есть на каждом шагу буквально белых достаточно мало вот грибов но они были белые подосиновики есть под березовики так что надо отдыхать друзья мои надо отдыхать лес природа вот такие дела вот еще все все в лес до встречи